Три новые школы откроют в Челябинске в 2019 году. Еще два здания строят в Магнитогорске. Так регион выполняет президентскую задачу. За ближайшие семь лет нужно перевести всех детей на занятия в первую смену. Какими должны быть школы будущего, Юлия Савосина расскажет. Мимо такого кабинета биологии пройти не могут даже областные депутаты. С любопытством заглядывают в микроскоп. Между собой шепчутся. Повезло сегодняшним школьникам. Здесь все хочется попробовать самим. И за парту сесть, и в соревнованиях по авиамоделированию поучаствовать. Школы будущего должны быть именно такими, заключает председатель ЗАГСобрания области Владимир Мякуш. В современном образовательном центре номер 4 обсуждают федеральный проект «Новая школа». Как улучшить качество образования и чего не хватает самим школьникам на Южном Урале и их родителям. Родители когда счастливы? Когда дети окружены заботой, я об этом говорил, вниманием, опекой. Когда у них есть перспективы роста, они могут строить карьеру. Здесь все создано для того, чтобы дети наши были великими и учеными, и артистами, и спортсменами. Одна из главных задач – перевести всех детей на учебу в первую смену до 2025 года. Сейчас в Челябинской области с обеда уроки начинают 19% учеников. Чтобы задачу выполнить, по поручению губернатора Бориса Дубровского в регионе строят новые школы. Как раз это в микрорайоне Ньютон начала работу с 1 сентября. Вместе с двумя детскими садами она входит в образовательный центр номер 4. И он будет расширяться. Третий детсад уже строит. Мы продумываем уже так, чтобы в детском саду, находясь в детском саду, дети уже имели возможность посещать школу. Чтобы были уже какие-то общие мероприятия у подготовивших и у наших первоклассников. Чтобы была преемственность у воспитателей детского сада и у учителей первых классов. Чтобы дети, перейдя из детского сада в школу, уже были к ней адаптированы. В этом году в Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского также открыли школу в поселке Ясаульском Сосновского района и в Магнитогорске. А в 2019 году планируется сдать школу в Чурилово и продолжить строительство в 27 микрорайоне и Парково. Средства по решению главы региона уже направлены. Юлия Савосина, Павел Клементьев, ОТВ